Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. В Центральном банке отмечают рост вкладов в рублях. Это происходит потому, что рубль стабилизировался и проценты по рублевым вкладам выросли. Количество долларовых вкладов составляет менее 30% от общего количества депозитов. Ранее было принято решение об увеличении суммы страхового покрытия вкладов с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Это стало дополнительной гарантией для вкладчиков банков. Кроме того, резкое повышение ставок по депозитам было в банках в конце декабря и в основном затронуло краткосрочные вклады. Однако затем банки выбрали более разумную политику. Всего за месяц цены на электронику увеличились на 20-30% по сравнению с декабрем и вырастут еще настолько же. Планшеты, ноутбуки и смартфоны прибавили в цене до 80%. В ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электроботовой и компьютерной техники считают, что цены будут подниматься и дальше. Однако пока нельзя дать прогноз, насколько сильно. По прогнозу, импортные товары весной могут подорожать примерно на 30%, поскольку это будут уже поставки по новым договорам, заключенным с учетом резкого роста курса валют. Свой вклад в увеличение цен в ближайшей перспективе внесет и новый утилизационный сбор на бытовую электронику. Вот уж действительно, купил айфон, положил в задний карман, сел в машину, услышал хруст и подумаешь, господи, хоть бы это был перелом позвоночника. За неделю с 19 по 25 января цены на бензин снизились на умопомрачительную 0,1%. Снижение цен отмечено в 36 регионах. Как подсчитали в Росстате, средняя стоимость АИ-92 составила 32 рубля 26 копеек. АИ-95 стоит 35 рублей 8 копеек. Дизельное топливо 34 рубля 44 копейки за литр. Подорожало топливо в Махачкале, Туле, Владимире, Астрахани, Кирове. Да, это же праздник какой-то. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1656 пунктов. Среди лидеров роста Распадская, Мичел, МВидео, Интеррао и Башнефть. Аутсайдеры Яндекс, Ростелеком, Транснефть и Полюс Золото. Перед открытием рынка в России сложился нейтральный внешний фон. Пятничные торги на американском рынке прошли на отрицательной территории. На азиатских площадках динамика торгов также преимущественно отрицательная. Черное золото смогло пробить отметку в 50 долларов за баррель. Курс доллара на 2 февраля. 68 рублей 92 копейки. Курс евро 78 рублей 11 копеек. Золото стоит 2800 рублей за грамм. Серебро стоит 38 рублей 63 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent 51 доллар 96 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.